8 декабря 2023 года самолёт С-7, летевший из Москвы в Новосибирск, пошёл на экстренную посадку из-за поломки двигателя. В этот же день рейс Минводы Санкт-Петербург вернулся в аэропорт из-за разгерметизации. На борту было 111 пассажиров. Днём ранее при взлёте в аэропорту Улан-Удэ у грузового самолёта Ту-204, который летел Чанчжоу, загорелся двигатель. Пилоты произвели сброс топлива и начали посадку. С начала 2023 года в государстве зарегистрировано более 180 инцидентов, связанных с неисправностями и поломками воздушных судов. Из-за ограничений, которые ввели союзники Киева, в отношении страны-агрессоров федерации острый дефицит запчастей. Теперь для ремонта одних самолётов разбирают другие. К середине 2023 года в России пустили на донорство более 35% воздушных судов. Путин винит во всём авиакомпании. Они якобы закупали слишком много самолётов иностранного производства. Не лучшая ситуация и в других секторах российской экономики. Рекордные финансовые вливания в ВПК и армию и беспрецедентные санкции в отношении страны-агрессора увеличивают инфляционное давление. Уже около 45% россиян не хватает зарплаты, чтобы покрыть основные потребности. Если в процентах, то, наверное, процентов 25. Больше. Потому что и мясо, но основные продукты, молочные продукты, фрукты, овощи, колбаса. У меня муж вообще не может жить без колбасы. И вот это всё, конечно, очень. Иногда просто диву даёшься, какие скачки бывают в росте цен. Центробанк России пятый раз за год принял решение повысить ключевую ставку до 16% годовых. Последний раз регулятор подымал и в октябре с 13 до 15%, чтобы замедлить инфляцию. О девальвации рубля, который в 2023 году вошёл в топ-3 слабейших валют мира, виноваты международные партнёры, уверяет российский диктатор. А скачок цен на куриные яйца на совести самих россиян. Они, по версии главы Кремля, повысили спрос на продукцию, вот и произошёл сбой. А в дефиците вакцин от кори, на фоне которого заболеваемость в Российской Федерации подскочила в 300 раз, Путин обвинил фармкомпании, ушедшие с российского рынка. «Главная задача, которую призвана решить прямая линия, это демонстрация того, что все проблемы, с которыми сталкиваются граждане, носят характер исключения, но не правила. А правила в том, что всё хорошо. Даже не просто хорошо, а блестяще». Обазгалямов, политолог, в Телеграм. За что Запад вёл санкции в отношении России? Почему из Федерации ушли крупные инвесторы и компании? Из-за чего растут цены и гибнут сотни тысяч россиян? На все эти вопросы диктатор отвечать не собирается. А иначе пришлось бы признать, что в масштабных социальных и экономических проблемах страны виноват он сам и развязанная им война против Украины.